100 стильных советов менее чем за 7 минут. Вы готовы? Поехали! Надевайте пиджак при первой возможности. Пиджак увеличит плечи, сужает талию. Когда вы стоите, убедитесь, что он застегнут. Если на пиджаке есть нагрудный карман, положите туда платок. Разница в длине рукава пиджака и рубашки 2 сантиметра. Перед покупкой обычного или спортивного пиджака убедитесь, что он достаточной длины. Закрывает изгиб ягодиц и хорошо сидит в груди. Да, вы можете носить двубортный пиджак. Это самый формальный пиджак. При покупке двубортного пиджака посмотрите на расположение пуговиц. Вам нужна форма Y, а не буквы V. Двубортный пиджак всегда застегнут. Если у вас есть выбор одеться нарядно или скромно, выбирайте первое. Не бойтесь носить сложные рисунки, особенно когда дело касается платка. Посмотрите любой фильм с Райаном Гослингом и обратите внимание, как он одевается. Не бойтесь быть одетым лучше всех в комнате. Первые две классические рубашки мужчины должны быть белыми. После этого мы добавляем голубой, а потом белое синим. Темные классические рубашки не парадные. Это повседневные рубашки. Что касается таких рубашек, они забавные, кричащие, всегда повседневные. Такие рубашки тоже. Потому что крупная полоска для повседневного стиля. Как и классические рисунки на этой рубашке. При покупке классического или спортивного пиджака подшейте его в той компании, где покупаете или у своего портного. Знайте имя своего портного. Этот парень знает, как сделать, чтобы вы выглядели шикарно. Оставляйте чаевые портному. Носите темные брюки с темными носками. Не обязательно одного оттенка. Правильные джинсы должны хорошо на вас сидеть. Без потертостей и в основном темного цвета. Не бойтесь выбирать джинсы черного, красного или песочного цвета. Если в вашем гардеробе только джинсы, попытайтесь миксовать. Найдите штаны, подобные джинсам, сделанные из другого материала. Возможно, вам нужна легкая тропическая шерсть. Попробуйте серый цвет. Серый подойдет практически ко всему в вашем гардеробе. Что касается ярких цветов, не бойтесь экспериментировать. Подберите ремень под туфли. Друзья, не нужно переживать. Тут достаточно близостей по цвету. Не бойтесь иметь большое разнообразие цветов, разных текстур и материалов. Используйте свои ремни, чтобы оживить свой внешний вид. Если ваш ремень потерся, растянулся, выглядит подобным образом, вам нужна обновка. Ремень или подтяжки? Нужно выбрать что-то одно. Все, что вам принадлежит, должно вам подходить. Знайте пирамиду стиля. Размер, функция, ткань. Обратите внимание, как одевается Кэри Грант. Придите в лучший магазин мужской одежды и меряйте там дорогую одежду. Потому что вам нужно знать, как выглядит лучшая одежда и как она чувствуется на теле. Придите в магазин украшений и посмотрите, как выглядят дорогие часы. Как они ощущаются на руке. Знайте ваше почему. Знаете, чего вы придерживаетесь? Одевайтесь соответствующе. Поймите, что нет абсолютных правил в мужском стиле. Это означает, что хорошо знать основополагающие правила. Так вы сможете избежать глупых ошибок в начале. Если вы не чувствуете себя уверенным в конкретной одежде, не носите ее. Чтобы стать уверенным при ношении предмета гардероба, вам нужна практика. Практикуйте ношение одежды у себя дома. Иногда меньше, лучше. Не бойтесь упростить свой наряд. Остерегайтесь модных трендов. Футболки с рисунками, это модный тренд. Бейсболки тоже модный тренд. Если вы любите головные уборы, почему бы не носить функциональные предметы, которые гораздо более стильные и держат голову в тепле? Существует сотня способов завязать галстук. Выучите их хотя бы три. Определенные узлы, которые сочетаются с определенными видами воротников рубашек. Не бойтесь носить галстуки, без другой причины, как желание выглядеть отлично. Шелковые галстуки самые формальные из всех галстуков. Трикотажные галстуки, сделанные из других материалов, более повседневные, чем шелковые. Грубые шерстяные галстуки с мелким рисунком самые повседневные и не подходят для делового стиля. Если мешают галстук, используйте бабочку. Простой способ сочетать платок и галстук – это общий, основной цвет. Беговая обувь для бега. И все. В пани лофера не обязательно класть пенни. Когда вы тратите много денег на обувь, вам нужна подошва с рантом Гудьерр или стежком Блейка. Определить стежок Блейка можете по шву на подошве. Для Ранта Гудьерр характерны швы с двух сторон. Снизу на подошве и вот здесь сбоку. Большинству мужчин нужно больше обуви. Не бойтесь иметь 10 пар. Черный – самый формальный цвет обуви. Альтернатива – темно-коричневый или бордовый. Оба цвета вы можете носить с костюмом. Рисунок на носке – единственное отличие между этими туфлями. Туфли с рисунком более повседневные. Распознавайте шнуровку. Эти туфли с открытой шнуровкой. И они не такие формальные, как туфли с закрытой шнуровкой. А вот обувь без шнуровки – повседневная. Если вы любите черные туфли, примерьте Оксфорды. У каждого мужчины должна быть пара ботинок, а лучше целых две. А еще и коробка для их чистки. У каждого мужчины должен быть бесцветный крем. Он безопасен для черного, коричневого, бордового. Не важно какой цвет, он защитит и добавит блеска. Если у вас темная и светлая обувь, вам нужны темные и светлые щетки, чтобы использовать соответственно. Белая для светлой обуви и наоборот. С осторожностью носите местную обувь за пределами вашего региона. Эти ботинки идеально подходят для деловых встреч в Юстоне, но не в Нью-Ингланде. Не бойтесь узнать больше о предметах стиля. Любите ли вы часы или ботинки? Об этом полно информации. Приобретите любую книгу по мужскому стилю. Читая книги, которые не связаны с мужским стилем, подумайте, как вам поможет стильная одежда повысить авторитет и стать влиятельнее. Подпишитесь на Esquire JQ. Это будет ежемесячное напоминание одеваться стильно. Научитесь пришивать пуговицу, подшивать подол брюк. Вы сохраните много времени и спасетесь от головной боли. Также нужно знать язык тела и как взаимодействовать с людьми. Солнечные очки – прекрасный аксессуар. Любой предмет мужской одежды с военной историей – беспроигрышный вариант в вашем гардеробе. За исключением украденных медалей. Не носите, если не заслужили. Обратите внимание, как одевается Джордж Клоне в фильмах. Всегда одевайтесь лучше установленного минимума. Нужно три пары часов. Повседневные, спортивные и часы на выход. Когда люди спросят вас, почему вы наряжаетесь, скажите, я нарядился, потому что знал, что встреча тебя. Старайтесь сочетать металл. Серебряное кольцо, пряжка, часы. Обручальное кольцо – исключение. Не бойтесь смешивать металлы. Золото с серебром, например. И помните, друзья, безупречная гигиена. Ваш запах может испортить все. Говоря об аромате, если у вас нет личного аромата, найдите его. И запомните, меч должен находиться с противоположной стороны вашей главной руки, чтобы незамедлительно обнажить его и защитить себя. Ну, что вы думаете? Я подумал, что видео будет забавным. Надеюсь, вы научились чему-нибудь новому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!